Глубокая ночь – лучшее время для выезда на боевые позиции. В это время суток в небе летают дроны-разведчики, а с наступлением дня уже дроны-убийцы. На позициях нас встречают бойцы. Это один из миномётных расчётов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В какой-то момент утреннюю тишину начинают наполнять звуки проснувшегося фронта. Тишина здесь не ощущалась даже в праздничные дни, говорят бойцы. Россияне атаковали постоянно. Миномётные расчёты часто меняют позиции. На новом месте обустраиваются самостоятельно. Первым делом выкапывают укрытия. Говорят, что надо переезжать. Опять копаем. То есть сделали и приехали. Оказывается, через три дня уже туда кто-то заехал. Автоматы, лопаты. Лопаты, потому что друг солдата. На огневых позициях миномётчики спят мало. В любую минуту может появиться работа. Сейчас перед наступлением противник использует всё. С земли засыпает первую линию обороны артиллерии, а с неба – дронами. В основном заходит всё. Заходит ствольная артиллерия, заходит куча дронов наши, наши наблюдательные скиды, ДФПВ. Все ребята этого миномётного расчёта из разных областей Украины. Боец с позывным «Мачете» из временно оккупированной Луганской области. Хотелось бы побывать, где я вырос, родился и вырос на Донбассе, в своей Луганщине. Ну уже какой, третий год идём, но дойдём рано или поздно. Будем дома, побачим близких, родных, могилки своих близких. У этих бойцов работа есть всегда. От плановых целей, таких как укреплённые российские позиции, до штурмовых групп. Конструкция оружия, с которым работают бойцы, позволяет быстро переводить огонь в другой сектор. Боевого задания долго ждать не приходится. Цель – российская пехота. Всего пару минут на подготовку, и защитники открывают огонь. Мгновенно бойцы получают и результаты своей работы. После выполненного боевого задания бойцы переходят в укрытие, а наша съёмочная группа быстро покидает позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника. Впереди ещё дорога, которая просматривается российскими дронами. И это ежедневная реальность для украинских защитников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова